Добрый вечер, уважаемые слушатели! Мы с вами продолжаем наши разговоры, посвященные наступающему празднику Песах. В прошлый раз мы немножко не договорили по плану первой встречи, сейчас попробуем договорить. Итак, я напоминаю, что мы пользуемся вот этой вот книгой, «Белая книга», «Тарами Цион», третье издание, и мы находимся во втором перике, в одиннадцатом пасуке. Значит, сейчас я вам этот текст просто выведу на экран, чтобы вам было понятно. Вот вам текст на экране. «И было в те дни, вырос Маше и вышел к братьям своим». Нет, подожди, может быть, это не важно, но мы текста не видим. Можешь читать его вслух. Хорошо. Я опять перестал понимать, что происходит. Ну, ладно. В общем, останемся без текста. И вырос Маше. В предыдущем пасуке, неделю назад, который мы разбирали, Маше вырос физически. Он научился ходить, там, я не знаю, держать ложку, и его мама привела его к египетской принцессе. Дальше Маше учился во дворце. Он проходил курс наук, которые необходимо знать египетскому принцу. И, закончивши курс наук, он получил диплом, что он египетский наследный принц и вполне себе в нужный момент может занять соответствующую политическую позицию. Значит, и Маше вырос. И последнее, что он делает, так сказать, как принц, он знакомится со своей страной. Надо же понять, что происходит за пределами дворца. Он выходит и видит сцену, когда муж египтянин бьет мужа иври из братьев его. А вот кто из них является его братом, это вопрос, который Маше хочет для себя уяснить. Кто же его братья? Евреи или египтяне? Или и те, и другие? Вот из братьев его кто из них относится к его братьям? И Маше, вот вероятно, так он воспитан, становится на сторону угнетенных, что, так сказать, для элиты любого государства, в общем, вещь довольно обычная. И посмотрел туда и туда и увидел, что нет мужа и поразил египтянина и спрятал его в песке. Значит, есть такое объяснение, что египтянин перестал быть мужем. Маше увидел, что нет мужа. Что это означает? Он увидел совершенно пророческим образом далеко вперед, что египетская цивилизация обречена на гибель. Что от египетской цивилизации через какое-то время, ну а что такое для нас там полторы-две тысячи лет, это пустяк, это ничего. И через такое время от египетской цивилизации останется только песок и пирамиды. Те, кто сегодня живут в Египте, это арабы, мусульмане, которые явились завоевателями и пришли в Египет гораздо позже. А вот от той древней египетской цивилизации, эпохи фараонов, собственно, ничего и не осталось, кроме археологических находок. Ни языка, ни культуры, ни традиции, ни религии. Ничего этого сегодня в Египте нет. Значит, и вышел в день второй Маше. На этом он не закончил свое знакомство со страной и увидел два мужа и в Рим ссорятся. В первый день он сделал выбор между египтянами и евреями и встал на сторону угнетенных. Но оказалось, что и сами угнетенные евреи ссорятся друг с другом. Значит, и сказал Маше злодею, почему ты бьешь ближнего твоего? И сказал еврей, кто поставил тебя мужем начальником и судьей над нами? А убить ли меня ты хочешь, как убил ты египтянина? И затрепетал Маше и сказал, действительно стало известно слово. Значит, очень интересная ситуация. И вот грамматический оборот «стало известно слово» можно понять двумя способами. Во-первых, этим евреям сегодняшним известно, что произошло вчера. Хорошо. А во-вторых, самому Маше стало известно, почему евреи находятся в рабстве. А потому что они плохие. Потому что это рабство является для них наказанием за то, что они совершенно не идеальные люди. Они дерутся, они ругаются, они доносчики, ябеды и так далее. Ну, где быть таким людям, кроме как в рабстве? И дальше, поскольку они действительно доносчики, они ругаются, все это стало известно. И услышал Паро слово «это» и захотел убить Маше. Почему Паро захотел убить Маше? Ну, самое простое объяснение, которое мне очень нравится. Египет – правовое государство. И да, конечно, там есть рабство, там есть все на свете, но там есть еще и административная вертикаль. Мы обсуждали, что пирамида являлась символом административной вертикали Египта. Там есть система судей и так далее, и так далее. И хотя можно человека подвергнуть любому наказанию и смертной казни, но это надо делать по государственному решению. А тут Маше взял на себя обязанности и судьи, и палача, и все на свете, и убивает человека просто так, египтянина. Конечно, египтянина можно убить, но сначала все-таки должен быть приговор суда. И поэтому, хоть он и принц, но он нарушил всю вот эту вот систему египетской подчиненности, власти, администрации, чего хотите. И именно поэтому Паро решил его убить и убежал Маше от Паро. А вот дальше совершенно непонятная вещь. И поселился в стране медьян и сел у колодца. А теперь посмотрите, пожалуйста. Так, я не очень понимаю, но мы попробуем. Как вы видели эту карту, которую вы видели в прошлый раз, я чуть-чуть дорисовал. Сейчас мы поймем, в чем дело. Значит, посмотрите, пожалуйста, где Египет. И вот здесь Мемфис, столица Египта. А вот здесь Медьян. И расстояние между Мемфисом и Медьяном, вот эта вот линия, это 100 километров. Поскольку по птичьему полету перемещаться сложно, надо как-то пройти землю Гошин, вот здесь где-то граница Египта, и дальше двигаться в Медьян. Так, Маше пришлось убегать бы, пришлось бы убегать примерно тысячу километров, из которых километров 600-700 – это пустыня. И пустыню эту пересекают, нет проблемы, но пересекают ее большие купеческие караваны. Верблюды, бурдюки с водой, запасы продуктов – и все это рассчитано на много недель путешествия по пустыне, от оазиса к оазису. Одинокий пеший путник, да хоть бы и не одинокий, но не имеющий верблюжьего каравана, неизбежно погибнет на первой сотне километров. Это, так сказать, просто невозможная вещь. И поэтому вот просто так взять и убежать из Египта в Медьян непонятно как. И вот эта непонятность, она не только у меня вызвала вопросы, но и у наших великих предшественников. Так вот, великий комментатор Торы Ражбам и Рабби Авраам Ибн Эзра и составитель Медраша Елкут Шамани и автор иерусалимского перевода Торгум Ярушалме. Значит, все они говорят вот о чем. Прямо из текста Торы это не следует, но они все были знакомы с географией Ближнего Востока. И они говорят, Маше убежал из Египта, но не напрямую в Медьян, а он убежал вверх по течению Нила в страну Куш, которую вот я здесь пририсовал. Страна Куш в сегодняшнем понимании – это территория Судана, Эфиопии и Эритреи. И находится она там, где исток Нила. Вот здесь вот, где идет моя горизонтальная линия, примерно тут находятся нильские пороги знаменитые. Вот до нильских порогов возможно судоходство по Нилу. Ну, там, я не знаю, на папирусных ладьях, на чем хотите. Значит, в 20 веке вот здесь была построена Асуанская плотина ниже нильских порогов. Возникло озеро, большое водохранилище, озеро Нассер. И, собственно, выше вот этого места начинается страна Куш. И все комментаторы, которых я перечислил, говорят о том, что Маше убежал не на север и не на восток, а он убежал на юг и оказался в стране Куш. И более того, он в стране Куш занял очень серьезную политическую позицию. То есть очень может быть, по крайней мере так предполагают авторы Медраша, что Маше в стране Куш стал на минуточку царем. Потому что по сравнению с Египтом, страна Куш – это гораздо более отставшая цивилизация, гораздо менее цивилизованные места. А Маше не просто египтянин, он египетский принц, он носитель египетской культуры. Он знает многое из того, что жителям Куша предстоит узнать еще через столетия. И поэтому он при известном стечении обстоятельств мог занять какую-то высокую политическую позицию. И подтверждается это еще вот чем. Тора нам точно говорит, в каком возрасте Маше пришел в Египет спасать еврейский народ и выводить его оттуда. Именно в 80 лет. Мы можем довольно уверенно предположить, что Маше вышел из дворца примерно лет в 20-25. Так, где-то вот возраст завершения образования принца. И если он сразу побежал в Медьян, то это значит, он провел в Медьяне где-то примерно 55, может быть 60 лет. Немножко много. Нормально он бы мог провести в Медьяне 10, 15, 20, может быть 25 лет. Никак не 60. Мы с вами еще поговорим на эту тему. И тогда возникает вопрос. Хорошо, если между выходом из дворца и возвращением в Египет прошло 55 лет, а в Медьяне он провел, скажем, лет 20, то где он был все остальное время? И есть еще один вопрос про Маше. Откуда у него взялась жена Кушитка, с которой мы познакомимся после дарования Тары? Где-то вот здесь в пустыне, когда уже еврейский народ вышел из Египта, прошел гору Синай, получил Тору. И вот тут вдруг у Маше есть жена Кушитка. Вопрос откуда? А вот если он побежал вверх по Нилу, если он оказался в стране Куш, естественным образом молодой человек мог взять себе жену Кушитку. Почему нет? Он холостой египетский принц. И еще одно, что говорит в пользу этой гипотезы. Я сразу еще раз повторяю, что это не моя гипотеза. Здесь я опираюсь на великих предшественников. Как Маше попал в Медьян? Смотрите, вот он Медьян, немножко к северу от Эцион Гевера. Это нынешний Эйлад, а тогдашний порт на Красном море назывался Эцион Гевер. Над порт в северной точке теперешнего Эйладского залива. Так вот, являясь каким-то важным политическим деятелем в Куше, а Куш имеет выход к Красному морю, Эритрея находится на берегу Красного моря. Там есть удобные гавани, и Кушиты вполне себе владели морской навигацией. Так вот, Маше мог снарядить корабль для себя и уплыть в Эцион Гевер и оказаться в Медьяне. Зачем он это сделал, мы поговорим. Но вот таким образом Маше оказался в Медьяне. Сначала на юг, потом в Куш, потом из Куша на корабле в Медьяне. Вполне разумно, гораздо более разумно, чем многие сотни километров в одиночку через пустыню. Хорошо, а теперь спросим себя, зачем он оказался в Медьяне. Значит, ну еще два пасука прочтем. Значит, и поселился Маше в стране Медьян и сел у колодца. А у Коэна Медьяна семь дочерей и пришли, и начерпали, и наполнили поилки, чтобы напоить скот мелкий отца своего. Значит, ну колодец. Это действительно колодец, только это не обязательно источник воды. Это может быть колодец, просто цистерна, вырубленная в скале, которая наполняется во время зимних дождей и в течение всего года обеспечивает водой хозяйство. Прежде всего, поилки для скота. И вот нужно кожаным ведром вытаскивать воду из колодца, наливать в поилки, скот пьет. Значит, это что сделали дочери Коэна Медьяна. А теперь кто такой Коэн Медьяна? И если мы вспомним книгу «Берешит», мы узнаем, что Медьян, и, соответственно, Коэн Медьян, это потомки Авраама Авину и его потомки от жены Ктуры, от второй жены. Родился, в частности, Медьян. Хорошо. То есть, Коэн Медьяна, а Коэн, чтобы вас не путало это слово, это не обязательно служитель в храме. Слово Коэн Медьяна, это может быть действительно и какой-то религиозный деятель, а может быть и медьянский князь. Так сказать, тут мы не знаем, Тора об этом нам ничего не говорит, но в любом случае это, так сказать, потомок Авраама и носитель монотеизма, как потомок Авраама. Так вот, идея Маше состояла в том, что он разочаровался в идолопоклоннической культуре Египта, он разочаровался, кушеты тоже были вполне себе идолопоклонниками, и он ищет человека с другой идеологией. И вот так вот услышал, что есть на самом деле где-то там Коэн Медьяна, который что-то знает о Всевышнем, и поехал к нему учиться, узнать что-то. Хорошо. Значит, при этом отметим, что сам Медьян очень вероятно весь идолопоклонничество, а вот Коэн монотеист. И поэтому авторитетом среди жителей пользуются так вот весьма ограниченно. И смотрите, его дочери, хотя он Коэн Медьяна, вроде бы политическая позиция очень серьезная, но его дочери простые пастушки. Они пришли, начерпали воды, чтобы напоить мелкий скот отца своего. Ну, мелкий скот отца – это нормально. Мы когда-нибудь, если будет разговор о других книгах Торы, в смысле Танаха, о книгах пророков, там можно будет понять, что царская должность не отменяла занятия хозяйством. Так сказать, царский дом только при царе Шламо начал существовать за счет сбора налогов. А первый царь Шауль, например, он, помимо того, что он царь, он еще должен был заниматься хозяйством, чтобы прокормить свою семью. Так сказать, никто ее не кормил. Так что вот дочери Коэна Медьянского – простые пастушки. «Более того, и пришли пастухи, то есть другие пастухи, и прогнали их. То есть они начерпали воды в поилке, а пастухи их отогнали от поилок. И встал Маше, как обычно он встает на сторону угнетенных и притесняемых, и спас их, и напоил скот мелкий. То есть снова в третий раз Маше становится на сторону угнетенных». «И пришли к Реуэлю, отцу своему, вот эти вот семь дочерей». То есть Коэна Медьяна зовут Реуэль, совершенно ивритское имя, которое подтверждает, что он потомок Авраама Авийно. Реуэль – это друг Эль, друг Всевышнего. Он медьянский Коэн, кийнеец по происхождению и владеет Авраамовой традицией. И окружение у него, которое относится к нему очень скептически, и в этом враждебном окружении он упорно ждет ученика-единомышленника. Он хочет дождаться кого-то, кому он может передать свою монотеистическую традицию. И он не выдает замуж своих дочерей. То есть вот придет ученик, вот тогда я выдам дочь замуж. Его возглас, значит, вот смотрите. «И сказал, пришли они к Реуэлю, отцу своему, и сказал, почему поспешили вы прийти сегодня?» Его возглас, по сути дела, означает, что, может быть, сегодня уже что-то произошло. «И сказали, муж египтянин спас нас от руки пастухов, и также, черпая, начерпал нам и напоил скот мелкий. И сказал, а где он? Почему это оставили вы мужа? Позовите его, и будет есть хлеб». То есть ожидания Реуэля подтверждаются. Может быть, вот этот человек, который обладает, по крайней мере, Авраамовым хеседом, что там у него еще есть в голове, это вопрос. Но, по крайней мере, он готов просто так встать на сторону угнетенного, просто так помочь женщинам напоить скот. Это же не его скот, это не его дело. Может посидеть в сторонке, нет, он помогает. «Может быть, это то, что хорошо. Может быть, наконец мы дождались. Ведите его в дом». И дальше совершенно потрясающая фраза Торы. «И согласился Маше поселиться с мужем и дал цепору дочь свою Маше». Обратите внимание, что ситуация, прямо противоположная приходу Яакова к Лавану, потому что там начиналось с того, что Яаков увидел Рахель, полюбил ее, поцеловал. И вот он ищет возможности жениться на Рахель, жениться на Лере. А здесь согласился Маше поселиться с мужем, то есть с Рюэлем, стать его учеником. А уже когда он поселился, то Рюэлем дал ему свою дочь Цепору и родила сына и назвал, кто назвал? Маше назвал имя его Гершом, потому что сказал, Гером был я в стране чужой. Гершом, Гершам. Гером был там, пришельцем. То есть вот он сидит в Медьяне и вспоминает, что в Египте где-то за тысячу километров он был чужаком и пришельцем, а здесь он свой, так сказать, вот у него любимый тесть Рюэль, он же Итро, и у него жена Цепора, и у него сын, которого он назвал Гершом. Значит, и было в дни многие... Слиха, слиха, скажи, мы сейчас видим карту, это правильно? Да, но сейчас я ее уберу. Окей. Сейчас я ее уберу. Она останется еще на минуту. А дальше переходим в третий перик, и на этом у нас Тора закончится сегодня. Обратите внимание, как начинается третий перик. Амаше пас скот мелкий Итро, тестья своего, Коэна Медьяна, и повел скот мелкий за пустыню, и пришел к горе Элуим в Хорев. И вот это, если вас это не сбивает с ног вообще, не потрясает, то это только потому, что никто из вас не занимался пастушеской деятельностью. Смотрите, Тора в одном пасуке дважды повторяет один и тот же оборот. Маше пас скот мелкий Итро, тестья своего. Я уже сказал, Итро Рюэль, это одно и то. Коэна Медьяна. И повел скот мелкий за пустыню. Ребят, Тора очень экономна на слова. И она вот так вот, чтобы просто повторить одно и то же два раза, такого не бывает никогда. Если это есть повтор, то значит, это неспроста. Тора нам хочет сказать, скот мелкий, не верблюды, не ослы, а скот мелкий, то есть овцы-козы. Смотрите, верблюды, это транспортное средство, это большегрузные фуры, которые с грузом пересекают пустыню. Ослы, это транспортное средство, так сказать, не с таким большим грузом, но с человеком тоже могут уйти очень далеко. Мелкий скот пасут где-то в окрестностях дома. На расстоянии может быть нескольких километров, лучше пастбище там, лучше пастбище там, где-то источник воды, где-то что-то, но все равно недалеко. А теперь смотрите на карту. Значит, как мы узнаем из дальнейшего, Маше пошел к горе Синай. И именно там, у горы Синай, вот он, треугольничек гора Синай, именно там была встреча у горящего куста. А медьян вот, а вот 100 километров. Это, простите, по прямой, по птичьему полету, как ходить невозможно. Так это по прямой где-то километров 400. А на самом деле со сгибами дороги это все 500. Не бывает такого, чтобы просто так пошли туда пасти скот мелкий. Нет. Если Маше повел скот за пустыню к горе Элогим в Хареф, она же гора Синай, то это значит, что Итро его туда послал. И уж как послал там с таким стадом, с другим стадом, снабдил горблюдами, снабдил ослами. Это тридцать пятый вопрос. Но просто так, являясь пастухом, Маше сюда не пойдет. Итро его послал. А почему его Итро туда послал? А вот есть такое предположение, Медраж, опять не мой, здесь я ничего не придумывал, что сам Итро в свое время получил пророчество, встретился с Малахом Элогим именно вот здесь, у горы Синай. И после того, как Маше Робейну прошел курс монотеизма под руководством Итро и занял это 10-15-20 лет, так сказать, после рабочего дня сесть и поговорить о том и другом. Так вот, после того, как Маше выучился монотеизм, Итро дает ему задание, иди к горе Хареф, она же Синай, и, может быть, тебе там откроется ангел Малах Всевышнего. И Маше уходит к горе Синай. Другого способа нет попасть к горе Синай, только посланный Итро. И у горы Синай Маше действительно открывается ангел Всевышнего, и он открывается ему в пламени горящего куста. Сейчас мы эту историю обсуждать не будем. Там есть много интересных моментов, но все-таки пора переходить ближе к теме заявленной, ближе к ПСМ. Но для начала я вам хочу показать другой текст. Демонстрация экрана. Так. О! Значит, вот обобщение биографии Маше. Как стать вождем народа? Первое. Еврейские корни. Рождение и раннее детство. Второе. Впитать в себя египетскую цивилизацию. Он наследный египетский принц. Третье. Научиться монотеизму Итро, который идет еще от Авраама. И вот после того, как было и один, и два, и три, после этого возникает четвертое. Раскрытие творца у горящего куста. Около горы Синай. То есть, творец просто так не раскрывается. Маше прошел очень серьезную подготовку. И теперь я хочу вам показать. Вот это уже моя спекуляция. Значит, был еще один человек, который вывел нас из Галута, кроме Маше. Это Теодор Герц. И теперь, пожалуйста, посмотрите. Маше Робейну Теодор Герц. Еврейские корни. Рождение и раннее детство. У Герц все то же самое. Египетская цивилизация. Наследственный принц. Европейская цивилизация у Герцля. Венский университет. Модный, востребованный журналист. Хорошо обеспеченный, так сказать, занявший свое место в венском истеблишменте. Дальше. Первое столкновение с реальностью. Маше увидел, как египтянин бьет еврея. Теодор Герц в 1894 году он послан специальным корреспондентом Венской газеты в Париж и столкнулся с реальностью. Во Франции дело Дрейфуса, когда французские антисемиты осуждают еврея, офицера французской армии. Так сказать, египтянин бьет еврея. Дело Дрейфуса. Хорошо. Дальше некоторые перипетии. На следующий день. Второй раз выходит Маше из дворца. Столкновение с реальностью. Евреи ссорятся. Теодор Герцель организует первый сионистский конгресс. И сталкивается с реальностью. Евреи ссорятся. Два еврея – это три политических партии. И, так сказать, были на сионистском конгрессе разные мысли. И, в частности, там был не только план возвращения в Эриц-Исраэль, но еще и план Уганда. И план найти какое-нибудь другое место в мире, где еврейский народ мог бы строить свое государство. И обсуждение этих планов. Ну, до драки там дело, по-моему, не доходило. Мне так кажется. Может, я не прав. Но споры были страшные. Дальше. Машер Абейну говорил с фаро, с фараонами египетских. Теодор Герцель говорил с царями, султанами и президентами на тему о том, что должно быть создано еврейское государство. Наконец, Машер Абейну умер, не войдя в Эрец-Кнаан. То есть, отдав всю жизнь на то, чтобы вывести еврейский народ из Египта, он умер на пороге реализации своей жизненной цели. Он привел еврейский народ к берегу реки Иордан и не смог перейти Иордан и войти в нашу страну. И Теодор Герцель умер за 14 лет до декларации Бальфура. То есть, до того момента, как решением английского кабинета евреи получили возможность въезжать в Палестину, жить и организовывать свой Ишу. То есть, вот такое удивительное совпадение вождей еврейского народа Машера Абейну и Теодора Герцель. Ну, хорошо. А теперь, с вашего позволения, мы немножко оторвемся от Торы. Как раз самое время поговорить, собственно, про Песах, к которым мы еще вернемся в нашем третьем занятии. А сейчас мы раскроем пасхальную Агоду. Значит, знаете, вы будете так смеяться, но число 10, оно какое-то странное, да? 10 речений, 10 заповедей, 10 казней. Вот у меня здесь на столе лежит 10 Агодот. Начиная вот от такой совершенно дореволюционной, дальше вот такая Агода нью-йоркского издания, которая завозилась в СССР в чемоданах с двойным дном и использовалась при организации подпольных седеров. Дальше вот организация Махон-Миир издала вот такую Агоду, это уже времена Большой Алии. Дальше Министерство абсорбции издало вот такую Агоду, и такую Агоду издали, и такую Агоду. Красную Агоду издал я. Вот, а какую ты издал? Красная Агода, но, правда, это до меня. Не-не, это Маханаевская была еще Красная Амановская, Красная. А, вот Красную издал ты. Да-да, это издательство Амана, да. Так, все посмотрели на Натана. Нет, ну это я Ставский, а не выдержал, да. Да, большое спасибо, Натан, потрясающе интересная книга издательства Амана. Вот было сказано, что есть Агода Маханаем, а есть Агода еще и вот такая, а есть Агода и такая, и такая. И, наконец, десятая Агода, вот такая очень интересная Агода, которая называется «Пять бокалов». Хотя все, кто хоть раз в жизни были на Сенере, знают, что бокалов четыре. Но мы до нее дойдем и подумаем, четыре их или не четыре. Но разговор я поведу вот по этой Агоде издания Маханаем. Смотрите, в любом другом издании все будет то же самое. Я хочу обратить ваше внимание вот на что. Что в этой замечательной книжке, по которой мы проводим пасхальный седр, так сказать, много рассказываем об этом, до полуночи и больше, и в этой книжке нет имени Маше Рабея. Нет от слова совсем. То есть, простите, я три часа рассказывал вам о том, как Маше стал вождем еврейского народа и что он выведет евреев из Египта. А теперь мы садимся за пасхальный стол и обсуждаем проблемы исхода. А Маше в этой книжке не упомянут от слова совсем. Раз имени Маше нет, то это что-нибудь дозначит. И я, с вашего позволения, открою кусочек из Маханаемской Агады. Я мог бы взять этот же отрывок из любой другой Агады. Это стандартный классический текст. Рассказывают историю о Рабе Лизере, Рабе Йошуа, Рабе Лазаре, Беназаре, Рабе Акиве, Рабе Тарфоне, которые проводили пасхальный седр в дни и браке и рассказывали об исходе из Египта всю ночь, пока не пришли ученики их и не сказали им, учителя наши пришло время читать утреннюю молитву. Ну, сначала давайте классический комментарий. Обязанность, значит, вот классический комментарий к этому отрывку состоит из четырех пунктов. Что обязанность рассказывать об исходе лежит на каждом, не исключая великих мудрецов. Потому что вот перечисленные четверо Рабаним это величайшие мудрецы в своих поколениях. Рассказывать надо чем больше, тем лучше. В данном случае рассказ идет всю ночь. Третье. Этот седр проходил во времена римских преследований после разрушения второго храма, поэтому он проходил за закрытыми ставнами. Видите, пришли ученики и сказали, пришло время читать утреннюю молитву. Значит, окна были закрыты или они сидели где-то в подвале. И, так сказать, это были римские преследования. Хорошо. Четвертое. Даже те, кто не был порабощен, то есть, с одной стороны, мы говорим, рабами были мы фараону в Египте, да? Но даже те, кто не был порабощен. Левиты. Колено Леви. Мы с вами в прошлый раз говорили, что колено Леви рабским трудом не занималось. А раби Йошуа был из левитов. Коэны. Раби Тарфон был из коэнов. И празелиты. То есть, те, кто не были евреями, а потом позже приняли иудаизм. А вот как раз раби Акива, потомок Гера. При этом он стал величайшим мудрецом своего поколения. Раби Акива. Значит, что вот это классический комментарий. Обязанность, всю ночь, седр, даже те. Топ. А теперь я вас обращаю к ивритскому тексту, где нет слова ни Песох, ни седр. Вообще. От слова совсем. Вот написано. Ираби Тарфон. Вот написано. Вэраби Тарфон. Шэгаю Месубин Бэбнэйбрак. Бнэйбрак – это название населенного пункта. Значит, Шэгаю. Вот они все Шэгаю Месубин. Что такое Месубин? А Месубин – это лежали. И комментатор позднего Средневековья, значит, Агадаш Аль-Песох была составлена в 14 веке и в 15 веке после изобретения книгопечатания появились ее, я говорю о современном летоисчислении, появились ее печатные варианты. Так вот, комментатор позднего Средневековья и Нового времени увидел Месубин и вспоминает, как ему в детстве объясняли, что за пасхальным седором надо выпивать вино, облокотившись, развалившись. И делает вывод, если эти четверо Месубин лежали, значит, это был пасхальный седор. Это не был пасхальный седор. Что такое Месубин? А вот что такое Месубин. Секундочку. Ма-сэ-о. Значит, в античное время, а вот время, когда жил Рабби Айкива, это поздняя античность. Это где-то там, я знаю, 120-130 год современного лета исчисления. И в это время еда свободных людей осуществлялась лежа. Любая еда. Вовсе не обязательно пасхальный седор. Значит, вот эта фреска показывает пиршество симпозий у древних греков. Не будем придираться к тому, что мужчины с обнаженным торсом, это все-таки греки, у них культура обнаженного тела была весьма и весьма развита. Важно другое. То же самое абсолютно я мог бы вам показать такую же фреску египетскую. Как в Египте проходили пиршество, так сказать, вот торжественные приемы пищи у свободных людей, не у работ, разумеется. Лежа на вот таких вот кушетках. И еще были такие треугольные столики, которые стояли между кушетками. И на эти столики слуги подносили еду и напитки. А те, кто участвовали в еде, они лежали. Поэтому, если сказано, что четыре перечисленных рабоним Месубин, то это означает только одно, что они все были в гостях у Рабби Акивы. Почему у Рабби Акивы? А потому что Рабби Акивы, мы это знаем из его биографии, он жил в Бнебраке. Значит, вот эти вот трое, два, три, четыре, простите, четыре других рабина находились в Бнебраке в гостях у Рабби Акивы. Значит, это не седр по трем причинам. Во-первых, Месубин лежали в смысле гостили у Рабби Акивы. Во-вторых, за столом нет семей. В-третьих, за столом нет учеников. Значит, это просто какой-то ужин. Может быть, не просто ужин, это мы сейчас поговорим. Но когда проходит пасхальный седр, то, во-первых, у нас в иудаизме существуют разные праздники, на разные праздники разные традиции, но Песах – это принципиально семейный праздник. И семья каждого, кто проводит седр, должна быть здесь, за столом. Семьи нет. Вполне возможно, что, так сказать, у Рабби Акивы уже была жена и уже, так сказать, была вполне семья, но ее нет. И ученики тоже где-то, вместо того, чтобы сидеть за столом и слушать, что говорят великие рабы. Поэтому это не седр, это раз. А почему же они говорят об исходе? Потому что сказано, рассказывали об исходе из Египта. Действительно, так и написано, что они месапер бе-ицеат месраем. Они рассказывают об исходе из Египта, но это не пасхальный седр. Потому что, скажем, во время восстания в Варшавском гетто, когда правые последователи Жаботинского готовились к восстанию, они называли свою подготовку исходом. Исход в еврейской ментальности – это любое освобождение от гнета. Скажем, в СССР во времена отказа, вот главный лозунг на пасхальном седере или на других каких-то тусовках – это был лозунг «Отпусти народ мой». То есть это была еще и аллюзия на отказ. Исход – это попытка откуда-то выйти. Это не пасхальный седр обязательно. И тогда я вспоминаю о том, что имени Маше нет, а вот имя этих самых пяти раввинов, четырех гостей Раби Акибы, они указаны. И если это так, то, наверное, в этом есть смысл. Давайте посмотрим. Вот имена раввинов. И вот когда эти раввины работали. Раби Акиба, рождение, смерть, работал между 120-135 годом. Здесь везде европейское исчисление. Элиизер бен Яков, Йошуа бен Хананде, Элазар бен Азарь – это второе поколение Танаим. Работали где-то вот между 80-30 годами. Раби Тарфон – третье поколение Танаим. 120-140 год. Встреча в Бнэй-Браке произошла, скорее всего, между 120 и 130 годом. Скорее всего, около 130 года нашей эры. И что же это была за встреча? Давайте вспомним, что мы еще знаем. Мы знаем, что восстание Бар-Кохбы, великое антиримское восстание в Иудее, произошло в 132-135 годах нашей эры. Так вот, Моасе, вот эта встреча пяти раввинов в Бнэй-Браке – это был разговор о подготовке восстания Бар-Кохбы. И теперь вопрос. До чего договорились эти раввины? Ответ – не до чего. Почему? А потому что, если бы они до чего-то договорились, то тогда мы бы в конце этой ночи от них бы узнали, вот будем делать так, кто идет агитировать туда, кто идет заниматься подготовкой молодежи туда, кто туда, кто туда. И, так сказать, пошли. Наши цели ясны, задачи определены за работу товарищей. Ничего этого нет. Пришли ученики и сказали им, пришло время чтения утренней шмал. Кончилась ночь, которую можно было посвятить подготовке. Настает день и надо действовать. И приходят ученики. Старики и молодое поколение, оно, так сказать, активно двигается в направлении восстания Бар-Кохбы. Старики не смогли договориться. И из всех перечисленных рабоним единственный рабби Акива полностью безоговорочно поддержал восстание Бар-Кохбы. Именно он стал у Бар-Кохбы, ну, если хотите, заместителем по политической части, идейным вдохновителем. И воины Бар-Кохбы сами себя, так сказать, они, ну, Бар-Кохбы это военный вождь, это командир. Он сказал, идем налево, значит, идем налево. Он сказал, значит, идем в атаку, значит, идем в атаку. Но само название воинов Бар-Кохбы было «Бней Акива», «Дети Акивы». И отсюда, между прочим, еще маленький, не имеющий прямого отношения к Песоху, маленькое замечание. Мы через 33 дня после Песоха празднуем Лагбаомер, праздник, про который классически говорят, что это праздник, когда ученики рабби Акивы перестали умирать от некой эпидемии, которая на них напала и так далее, и так далее. Значит, у меня лично, я никому не навязываю свое мнение, у меня есть такое подозрение, что Лагбаомер, 33-й день по счету Амера, это день победы, восстания Бар-Кохбы. Это день, когда Бар-Кохба освободил от римлян Ярушалаем, восстановил храмовые жертвы на горе моря. Храм был разрушен, но жертвы приносить, а почему нет? Есть жертвенник, вперед! Были восстановлены храмовые жертвы, они приносились со 132 по 135 год. Римляне прогнаны из Иудеи, Бар-Кохба чеканят свою монету. Значит, Иудея свободна на три года, всего на три года, но свободна. И этот день победы пришелся на 33-й день счета Амера. В современном календаре это всегда где-то в мае месяце. И я обращаю ваше внимание, что на этот же день приходится еще два, две даты. Не на этот же день, а на этот же месяц. Они все очень рядышком. Это Лак-Ба-Омер, день победы в войне Бар-Кохбы. Это день освобождения Европы от национал-социализма, 8 мая. В советской стране 9 мая. И это день независимости государства Израиль, который мы отмечаем, соответственно, 14 мая, декларация независимости. Соответственно, очевидно, что если это был день победы, восстания Бар-Кохбы, то в этот день воины Бар-Кохбы перестали умирать. Бои закончились на три года. Римляне прогнаны, значит, все правильно. Дети Акивы перестали умирать. Так, мы разобрались с недельным разделом Маосе. О, время у нас еще есть. Очень хорошо. Тогда мы продолжим. Третья. И вернемся в... То есть, до чего договорились. Значит, так. Теперь давайте посмотрим вот на что. В порядке подготовки Песоха. Если мы откроем любую Агаду, вот я вам их показал, 10 штук, то вы увидите 4 стандартных вопроса, которые задают дети. Почему во все ночи мы можем есть и хамец и мацу, а в эту ночь только мацу? Почему во все ночи мы едим разную зелень, а в эту ночь горькую зелень? Почему во все ночи мы не обмакиваем еду, а в эту ночь обмакиваем дважды? Почему во все ночи мы можем есть и сидя, и прямо, и облокотившись, а в эту ночь облокотившись? Значит, ну, вообще говоря, я себя всегда считаю учителем, да, у меня диплом и университетский, педагогический, и академическая степень, педагогическая третья степень. Так вот, я вам могу сказать, что вся наука педагогика укладывается в два анекдота, я вам их сейчас рассказывать не буду, но вывод из этих анекдотов, да, мораль сей басни очень простая. Сделай так, чтобы ученик задал вопрос. В тот момент, когда ученик задает вопрос, абсолютно неважно, умный, глупый, правильный, неправильный, ученику что-то интересно, он что-то хочет спросить у учителя. В этот момент вопрос решен. Дальше ты можешь ему рассказывать все, что угодно, он будет слушать со вниманием, он запомнит, он поймет, твоя задача как педагога выполнена. Ура! Так вот, этот принцип был заложен в наше еврейское воспитание и образование еще Торой. Вот как сказано в Торе, и расскажи сыну своему. И вот вся конструкция пасхального седора, она построена вокруг этого принципа. Родители делают на столе какие-то странные вещи. Вот все ночи ели хамеца мацу, а в эту ночь только маца. Вот все ночи было так, а в эту ночь так. И любой нормальный здоровый ребенок говорит, папа, мама, у меня вопрос. Разъясните, пожалуйста, что здесь происходит? Вы меня учили сидеть за столом. Я выучился, я знаю, надо делать так, так и так. А вот здесь сейчас у нас что-то непонятное. Почему? И тогда ведущий седора разъясняет, почему так происходит. Это понятно. Непонятно другое. Значит, вот я вам сейчас покажу вот такую таблицу. Ну, есть. Вот таблица пасхальной Агады. Четыре вопроса. А если мы откроем Талмуд Ярушалмы, то там тоже будет четыре вопроса для пасхального вечера. Только эти четыре вопроса, простите, другие. Там написано. Почему во все ночи мы едим мясо вареное, жареное или запеченное, а в эту ночь только запеченное? Почему во все ночи мы можем есть и хамец и мацу, а в эту ночь только мацу? Почему во все ночи мы едим разную зелень, а в эту ночь горькую зелень? Почему во все ночи мы не обмакиваем еду, а в эту ночь мы обмакиваем дважды? Ну, все знают, да, что обмакиваем яйцо в соленую воду, там хоросат, в смысле бутерброд этот самый из мацы и горьких трав в хоросат. Вот, значит, смотрите, три вопроса из Агады Пасхальной и три вопроса из Талмуда Ярушалмы совпадают. Только в Талмуде Ярушалме есть странный вопрос про мясо, а в Агаде есть странный вопрос, что можем есть, сидя, прямо облокотившись, а в эту ночь только облокотившись. На этот вопрос я уже вам почти ответил. Смотрите, в Пасхальной Агаде вопросы 14 века, позднее средневековье, начало нового времени. В это время на лежанках уже не ели. Кстати, где жили евреи в 14 веке? А жили они в основном в Европе в большом количестве. И вот в Европе есть лежа в 14 веке было не принято, еле сидя. И поэтому вот эта вот поза, развалившись и облокотившись, это была непонятная поза, которая вызывала естественный вопрос ребенка. А Иерусалимский Талмуд – это второй, третий век нашей эры. Мы только что с вами говорили, что жертвы во времена восстания Барковбы, а это второй век, 132-135, приносились. И люди в Песах ели нормальное запеченное мясо, карбан Песах, пасхальной жертвы. И вот во все ночи было мясо такое или такое или такое, а в эту ночь только карбан Песах, запеченное на огне целиком. И это был вопрос, почему. А в 14 веке такого вопроса не было. Жертвоприношения закончились тысячу с лишним лет назад. Все уже забыли, как это делается. Никто и никогда не ест мясо вот такое, карбан Песах, запеченное на огне. Мясо-то едят, но только не такое. Поэтому этот вопрос отсутствует. А появился другой вопрос. И мы с вами уже обсудили, что во втором-то и третьем веке есть лежа на лежанках. Это норма и значит не может быть детским вопросом. А в 14 веке может быть. А как же поступить? Да, мы все время говорим, что мы следуем нашей традиции от Авраама, Ицхакова и Апова. Да, все правда. Хорошо. Но явное расхождение вопросов. И поступить можно одним единственным способом. У меня нет какого-то критерия выбрать этот вопрос правильный или этот правильный. Но, как всегда в таких случаях бывает, можно сказать, и ты прав, Гелель, и ты прав, Шамай. И соединить эти две половинки в одну. И задавать не четыре вопроса, а пять. И к вопросу, сидя и облокотившись, добавить вопрос мясо, запеченное на огне. А как это можно сделать? А одним единственным способом, если мы наконец вернемся на храмовую гору, на гору моря, нормально вернемся, как положено вернуться. И начнем снова приносить пасхальные жертвы. Карбан, Песах. И тогда мы сможем с полным основанием задавать пять вопросов. И сидя, и облокотившись, и маца, и марор, и обмакивание, и карбан, Песах. И будет у нас пять вопросов. Хорошо. Пока мы это дело отставим, значит, вопросов есть пять. А вот сыновей у нас четыре. Умный, злодей, простодушный и тот, кто не может задать вопроса. Только вот эти четверо сыновей, они присутствуют с нами за пасхальным столом. Они вот здесь. А есть еще пятый сын. Это тот, кого нет за пасхальным столом. Он где-то на дискотеке. Ему неинтересно то, что мы делаем. Поэтому для того, чтобы иметь возможность задать пять вопросов, надо пятого сына уговорить уйти с дискотеки и прийти за стол пасхального седора. Хорошо. А тогда спросим себя, есть ли пять вопросов, есть ли пять сыновей, а сколько же у нас должно быть бокалов? Хороший вопрос, правда? И вот есть мнение, и это мнение уже поддержано рядом израильских раввинов, и это мнение опубликовано вот в книжке, которая называется «Пасхальная агода. Пять бокалов». Значит, здесь речь идет вот о чем. Что первый бокал мы пьем за то, что вышли из Египта. Второй бокал мы пьем за нашу победу у Тростникового моря. Что египтяне погибли, а мы спасены. Третий бокал мы пьем за то, что мы пришли к горе Синаи и получили Тору. Четвертый бокал мы пьем за то, что мы прошли через пустыню и пришли в Эрицесраиль. И пятый бокал – это бокал, который мы должны выпить за то, чтобы мы вернулись на гору моря, чтобы мы восстановили храм, чтобы мы восстановили храмовые жертвоприношения и чтобы, так сказать, все пошло как надо. И тогда пятый сын сам уйдет с дискотеки. И тогда пятый сын будет вместе с нами и будет кому задать пять вопросов. И последнее, что я вам хочу сказать сегодня на эту тему, что если мы внимательно откроем вот эту вот книжку, ну любую, собственно, и начнем ее внимательно изучать, то мы увидим, что в этой книге не одна года. И я вам сейчас это попробую доказать. Значит, вот я не помню, я сделал ли это. Какие вопросы задавать есть? Это есть. Ребята, я это не... Ладно. Я вам так скажу. Значит, вот идет пасхальная Агада. И есть там такая фраза, что идолопоклонниками были предки наши, и взял Всевышний Авраама, и вывел его из-за реки, и привел его в Эрецк-Наан. Знаете, это Агада. Это рассказ о том, как Авраам спасся от царя Немрода, от царя Междуречья, который вообще хотел его убить, и, так сказать, ушел в Эрецк-Наан, в землю, которую Всевышний ему показал. То есть это тоже исход. Я сейчас не останавливаюсь на том, что этот исход начался с Тераха. Там первым сионистом был Терах, который пошел в Эрецк-Наан. Неважно. И, так сказать, вся эпопея ухода Авраама не обсуждаем. Важно, что это исход, это Агада. Авраам ушел из Междуречья. Считаем. Агада первая. Дальше. Есть другая фраза в Агаде. Послушай, что хотел сделать Лаван про отцу нашему Яакову. Стоп. Это еще одна Агада. Как Яаков из Падана Рама ушел в Эрецк-Наан. Это снова Агада. Это история о том, как Яаков бежал от Лавана, как он выводил своих жен, детей, там дрался с ангелом, обманул Исаву и, в конце концов, в Кнаане начал жить. Хорошо. Дальше есть следующая Агада. Рабами были мы фараону в Египте и вывел нас он рукой простер, рукой сильную и мышцую простертую. Агада? Агада. Рассказ об исходе из Египта с казнями, со всеми делами. Море раступилось, море закрылось. Мы пришли. Так, значит, и вот это, сейчас я вам просто хочу процитировать. Так, вот рабами были мы фараоны в Египте. Начинается рассказ об исходе. Иначе наши дети остались бы, даже если мы были мудры. Это третья Агада. Наконец, четвертая Агада. А мы про нее уже полчаса рассказывали. Четвертая Агада – это исход во времена Бар-Кохбы. Это освобождение от римлян. Моасе, да, вот, сидели пять рабами в ноябраке. Это история освобождения от римлян. Это четвертая Агада. Итак, их уже четыре. Отлично. А где пятая? Смотрите, если мы говорим о пяти сыновьях, о пяти бокалах, о пяти вопросах, то тогда где-то есть пятая Агада. Вопрос где? Ответ. Пятую Агаду, господа, мы пишем вместе с вами. Это Сионистский конгресс. Это Теодор Герцель. Это восстание в Варшавском гетто. Это борьба советских евреев за Алию, за право уехать в Эрецисраэль. Это организация государства Израиля, это войны Израиля, это мы с вами все здесь, сегодня, здесь и сейчас. И каждый наш шаг, и каждое наше дело, это точечка, буковка, строчечка в пятую Агаду, которую мы с вами пишем сейчас. И вершиной этой Агады будет восстановление храма, будет наше возвращение на гору моря. И тогда сойдется все вместе. Пятая Агада, пятый вопрос, пятый бокал, пятый сын, вернувшийся с дискотеки. И вот тогда мы по-настоящему сможем праздновать пасхальный седр с пятью нашими Агадами. Сейчас я дико извиняюсь, дико извиняюсь, секундочку. У нас в чате какая-то чушь пошла. Я, пока я с этим разбираюсь, пожалуйста, не открывайте чат, и не смотрите, ничего интересного там нет. А мы продолжаем дальше наши занятия, окей? Значит, тогда, Натан, я хочу сделать короткую паузу для того, чтобы люди задали вопросы. Включи им микрофоны, и я буду честно отвечать на вопросы. А когда вопросы кончатся, я продолжу. Да, нет проблем. Давайте, знаете, что, если у кого-то есть вопрос, пожалуйста, поднимите руку, я открою микрофон. Да. Если вопросов нет, я буду продолжать. Да, лучше пока что продолжай, хорошо? Хорошо. Так, значит, а теперь мы после такого лирического отступления про пасхальную Агаду, мы вернемся к книге «Шмот» Белого издания и обратим внимание вот на что. Мы обратим внимание на название книги. Она называется «Шмот», что в переводе с иврита означает «имена». И если мы открываем первый пасук, и это имена сыновей Исраэля, приходящие в Египет с Яаковом, муж и дом его пришли. Речь идет об именах. Хорошо. Но дальше, вот именно в Третьем Перике, когда пришел Маше к горе Хареф, как и почему он туда пришел, я уже рассказал. И вот там, у горящего куста, я прочитаю вам еще два пасука. Значит, и пришел Маше к горе Илогим в Хареф, и открылся Малах Ашем ему в пламени огня из среды тернового куста, и увидел. И вот терновый куст горит огнем, и терновый куст не сгорает. И сказал Маше, «Сверну, пожалуй, и увижу зрелище великое это, почему не сгорает терновый куст?» И увидел Ашем, который, очевидно, Всевышний где-то присутствовал рядом, что Маше свернул, чтобы увидеть, и воззвал к нему Элогим из среды тернового куста. И сказал, «Маше, Маше», и сказал, «Вот я». И сказал, «Не приближайся сюда, сними обувь свою с ног своих, потому что место, на котором ты стоишь, земля выделенная». И сказал, «Я Элогим отца твоего, Элогим Авраама, Элогим Ицхака, Элогим Яакова». И спрятал Маше лицо свое, потому что опасался взглянуть на Элогим. И сказал Ашем, «Видя, увидел я страдания народа моего, который в Египте, и крик их услышал я из-за притеснителей его, потому что знал я боли его». И спустился, и так далее, дальше я немножко пропускаю, а сейчас иди, и я пошлю тебя к Паро, и выведи народ мой, сынок, из Израиля, из Египта. И дальше Маше задает странный вопрос. «И сказал Маше Элогим, вот я прихожу к сынам Израиля и скажу им, Элогим отцов ваших послал меня к вам, и скажут мне, как имя его, что скажу им». И вот этот посук лично меня просто сбивает с ног. Я перестаю понимать вообще, и речь идет не о том, что я плохо иврит знаю, а речь идет о том, что я и русского перевода не понимаю, что за дела. Только что было сказано «Я Элогим Авраама, я Элогим Ицхака, я Элогим Яакова, и я посылаю тебя». А тут вдруг Маше задает вопрос. «И приду, и скажут мне, как имя его, что скажу им». Простите, приходится предположить, что Маше плохо слышит. Ему же объяснили, кто с ним разговаривает. «Да как имя твое?» И вот здесь я обращаю ваше внимание, что книга-то называется «Имена», и речь здесь идет об именах, и все время речь будет идти об именах. Только здесь и сейчас в третьем перике раздела «Имена» речь идет о самых главных именах, о именах Всевышнего. И вот здесь в порядке лирического отступления. В нашей традиции на самом деле нет ни господ, ни богов. Как мы говорили с Йоной Левином, всех господ и всех богов мы в 17-м году прогнали. Значит, когда речь идет о Всевышнем, то в Торе есть самые разные его имена. Есть имя Элогим, есть имя Шаддай, есть имя Сваот, есть имя Маком, есть имя Трепет. И есть еще, 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 их очень много имен Всевышнего. А когда мы говорим о том Всевышнем, трансцендентном, который не принадлежит нашему материальному миру, который находится за пределами нашего материального мира, то в переводе «Белой книги» употребляется слово «Ашем». Это имя, А-Шем. На самом деле наша традиция говорит о том, что настоящее имя Всевышнего произносил первосвященник в храме раз в году в Йом-Кипур, когда после всяких подготовительных действий он входил в кодыш Кадашин. И вот там наедине он произносил это полное настоящее имя Всевышнего. Все остальные его вообще не знали и не употребляли. И когда, так сказать, некий Коэн готовился занять должность первосвященника, то его учили вот этому полному имени Всевышнего. Это имя было табу, его нельзя было употреблять нигде, кроме как в кодыш Кадашин и раз в году. Так вот, когда мы говорим об именах, вот есть Элогим, есть Шаддай, есть Сваот, есть Трепет и так далее, то каждое такое имя обозначает некую сущность Всевышнего, проникающую в наш материальный мир. То есть сам Всевышний где-то он трансцендентный, он находится за пределами нашего мира, а вот он может проникнуть в наш материальный мир с помощью своих имен. И если мы говорим Элогим, то мы говорим о некой высшей материальной силе, которая породила и которая каждый раз воспроизводит физические законы нашего материального мира. Это высшая сила, которая управляет материальным миром. Если мы говорим о Всевышнем категории Цваот, то это воитель, это тот, кто управляет войнами, кто поддерживает народ Израиля в его войнах и так далее. Вот Цваот, однокоренное со словом Цава, Цава Хагана Исраэль, армия обороны Израиля. Значит, если мы говорим о Всевышнем, его имя трепет, то это трепет Ицхака, это ощущение человека, который не стоит перед Всевышним. Мы с вами, Баруха Шер, перед Всевышним не стоим. Как Маше Рабейну. Но понимая его силу, его возможности, его положение, мы трепещем перед ним. Если мы говорим о Маком, то это мы говорим о том, что Всевышний заполняет собой все и отступив немножко, сделав сокращение, сделав Цинцум, оставляет место для существования материального мира. Ну и так далее, и так далее. Есть имя Рахамин, милосердие. Есть имя Шаддай от слова «достаточно». Да, Шаддай – это тот, у кого достаточно возможностей, чтобы исполнить любое свое обещание. И так далее, и так далее, и так далее. Так вот, вопрос, который задает Маше Рабейну «Горящему кусту», это не тавтология. И это не то, что Маше не расслышал, что ему сказали. Прекрасно расслышал. Этот вопрос переводится на русский язык следующим образом, что «вот я прихожу к сынам Израиля и скажу им, Илогим отцов ваших послал меня к вам, и скажут они мне, как имя его?» И вопрос показывает, что Маше прекрасно усвоил уроки Итро. Значит, имена Всевышнего – это те свойства, которые он проявляет в нашем мире. И Маше интересуется, а как будет происходить исход? То есть исход будет происходить через милосердие к евреям или через суд над египтянами. И вызовет вот это вот событие у народа любовь к Всевышнему или трепет перед ним. И, так сказать, если будут какие-то препятствия там в пустыне, исход, надо будет идти через пустыню, а возникнут проблемы с водой, с едой, там не знаю с чем. Вот решение этих бытовых проблем – это будет сделано с милосердием, с рахамим или как-то по-другому. И когда на нас нападут враги, выступит ли Всевышний как цваот или не выступит? То есть вот что спросил Маше у горящего куста. А то, что это Элогим, Авраам, Эцхакова и Апола, спасибо, Итро меня этому уже научил, я это понял, ты мне конкретно разъясни, что и как будет. Я приду к людям, и я им буду что-то говорить. И ответ Творца вполне конкретный, четкий и ясный. Значит, это посук 3, 3-й перик, 14-й посук. «И сказал Аллоим Маше, Эй-е, который Эй-е, и сказал, так скажи сынам Исраэля, Эй-е послал меня к вам». Очень интересная фраза, тем более, что мы не понимаем, что такое Эй-е. Это вообще говоря, мы сделали транскрипцию евритского слова. Теперь надо бы как-то это понять. Так вот, давайте сначала первую половину фразы. «И сказал Аллоим Маше, Эй-е, который Эй-е». Самое простое, я не гарантирую, что это точный перевод и не гарантирую, что это точное объяснение. Но это очень, так сказать, может быть, близко к тексту. Я буду, кем буду или каким буду. Что это значит? А это значит, что в зависимости от того, как сложатся обстоятельства исхода, я буду тем, кем я должен быть в это время, чтобы еврейскому народу все было хорошо. То есть, когда я вас буду выводить из Египта, то чувство любви к Всевышнему будет таким, что вы босиком пойдете по пустыне, по земле, в которой не сеют. А когда за вами погонится поро, то я выступлю как цваот, как воитель. Не волнуйтесь, все будет хорошо. А если будут проблемы, то я буду рахамин. И так далее, и так далее, и так далее. И в итоге мы с вами дойдем до Эриц Исраэль, и все будет хорошо. И тогда Маше, вот здесь очень не случайно сказано, и сказал Аллахим Маше, «Эйе, который е». Ну, можно поставить точку и фразу закончить. А есть еще вторая фраза. Так вот, вероятно, после первой половины фразы «Эйе, который е», Маше говорит, я прошу прощения, уважаемый Всевышний, но я иду к рабам. Я иду к тем, кто уже несколько поколений находился в рабстве. Значит, психология раба очень занимает... Я приведу пример из Варлама Тихоновича Шаламова. Человека, который прошел Колыму, остался жив чудом на Колыме. И вот у него в одном из стихотворений есть такая фраза. «Я жил ни месяцем, ни годом, я жить решался на часы». Так вот, раб не думает на дальнюю перспективу. Он не думает о том, что будет через месяц или через год. Он жить решается на часы. Вот конец рабочего дня, вот миска баланды, вот мое место в бараке. Значит, вот он живет очень конкретно на часы. Так устроена рабская психология. И если я приду и начну рассказывать рабам в Египте, что вот будет так и будет так, они меня не поймут. И тогда Всевышний отвечает второй половинкой фразы. «Так скажи», значит, как тут сказано, вот, и сказал «Так скажи сынам Исраэля, Эйе послал меня к вам». Значит, ответ Маше, Всевышний дает очень простой ответ. «Эйе», «Буду», скажи им просто «Я буду», «Я буду с вами», а все остальное потом. И еще одно замечание об именах. Я напоминаю, что весь наш разговор идет в книге «Имена», что 70 имен еврейского народа, мы говорили, что книга «Шмот» начинается с перечисления 70 имен еврейского народа, которые вошли с Яаковым в Египет. Так вот, 70 имен еврейского народа, как и 12 колен, как и расчет по семьям, об этом мы будем говорить в следующий раз, и как 600-тысячное войско в пустыне, точно пересчитанное, разделенное на подразделения, на семьи, на группы семей, на колено, на лагеря и так далее, и так далее. Все это составные части нашего национального единства. И вот бесконечность и разнообразие имен Творца – это способ приближения к его Творца, всепоглощающему единству. Вот теперь спасибо за внимание, и я отвечаю на ваши вопросы. Смотрите, есть возможность, пожалуйста, все могут включить свои микрофоны и задать вопросы, если таковые есть. Да, Александр, пожалуйста, ты можешь… Да, мы тебя слушаем, пожалуйста. Слышно меня? Да, слышно отлично. Слышно прекрасно. Доктор Линец, вопрос касается Итро. Да. Если Итро совершил такое великое дело, как научил Маше монотеизму, почему же тогда в Торе ему уделено так мало внимания, почему не дана оценка этому? Вау! Можно ответить? Да. Александр, значит, очень немного людей удостоились такой чести, какой удостоился Итро. Его именем назван недельный раздел Торы, Итро. И это не просто раздел. Раздела в Торе 54, слава Богу. Значит, но раздел Итро – это тот самый раздел, где мы стоим у горы Синай и получаем 10 заповедей. То есть вот эти самые речения с горы Синай – самый потрясающий момент в человеческой истории. И этот раздел назван именем Итро. Раз. Второе. Помимо того, что Итро научил Маше монотеизму, и совершенно очевидно, что это его школа, Итро, что называется, не оставляйте стараний маэстро. Итро пришел к горе Синай и научил Маше еще и важнейшим административным принципам. Он научил Маше построить и структурировать судебную систему, чтобы она работала на благо народа. И это все от Итро. Ну, слава Богу. То есть он сделал для нашего народа очень много. Итро ему за это воздало. Вы знаете, я имел в виду достаточно узкий момент. Почему не сделан акцент именно на тот момент, что Итро научил Маше монотеизму? Вот почему бы об этом прямо не сказать? Это же великое дело. Смотрите. То, что сам Итро унаследовал традицию Авраама, об этом сказано открытым текстом. Если посмотреть на завершение биографии Авраама, там сказано, откуда есть пошел Медьян, и тени, и все вот это. Почему Тора так не сказала? Предмет размышления. У меня нет точного ответа на этот вопрос. Спасибо. И продолжая, если так можно сказать, тему Итро, все-таки как бы странно, что он вернулся, не остался с евреями. Если он настолько как бы вошел в тему, дал советы, настолько был как бы проникся, что его именем названо Порошат Шаво, дарование Торы, и при этом все равно он вернулся к себе. А между прочим, прошу отметить, что у Итро есть некая жизненная миссия. Он Коэн Медьяна. Уж там как к нему относятся? Лучше, хуже, но... Цар, цар. Он там начальник, и он не может бросить свой народ. Мне кажется так. Еще вопросы? Да, Рыся, пожалуйста. Мой вопрос. Как оценить роль жены Маше в этом процессе выхода? Отличный вопрос. Спасибо. Значит, смотрите. Тут есть очень интересная вещь. Во-первых, мы знаем, что жену Маше звали Цепора. Только что мы читали, что когда он поселился у Итро, то Итро одну свою доченьку отдал Маше в жену. Между прочим, это не единственная его жена. Потому что когда Маше был в Куше, говорят наши мудрецы, он взял себе жену-кушитку еще до Цепоры. В этом на самом деле нет ничего плохого. Еврейская традиция вполне разрешает иметь четырех жен. Если мужчина может их прокормить, обеспечить там едой, одеждой, всем, чем надо, бесэнтер, хочешь вторую жену, бери вторую, хочешь третью, бери третью. При этом надо бы еще так устроить, чтобы первая не возражала против второй, чтобы первая и вторая не возражали против третьей и так далее. Но если в семье Шалом, то можно иметь и четырех жен. А если ты царь, а в общем Маше в роли вождя был почти царем, то можно иметь и больше, можно иметь и шесть и больше. Царь Шаломой имел немножко 700 жен и 300 наложниц. Как он с ним справлялся, для меня загадка. Ну, предположим. Так вот, у Маше была жена Кушитка. И это вызвало некие проблемы уже после дарования Тары. Дело в том, что совершенно очевидно, что, отправляясь к Итро в учебу, Маше свою жену Кушитку оставил в кушке. Мол, ты подожди, а я пойду тут, поучусь в университете. И когда Маше через 10, 15, 20 лет от Итро пошел в Египет, и мы об этом еще будем говорить, то вот были там всякие казни египетские, ужасы, все вот это. Между прочим, казни закончились за полгода до выхода евреев. Последние полгода они уже не трудились на фараона. Последние полгода они себе жили и готовились к исходу. И вот где-то в этот момент, но это чисто мое предположение, в Торе об этом не написано. Жена Кушитка оттуда, из Куша, на каком-нибудь папирусном корабле приплыла вниз в землю Гошин к евреям и сказала, дорогой Маше, наконец-то вернулся. И дальше она выходит из Египта вместе с Маше, вместе со всеми евреями. У Маше есть жена Кушитка. А потом, когда Маше стоит у горы Синай вместе со всем народом, то к нему приходит Итро, и мы об этом будем говорить в следующий раз. Там очень интересная история. В Торе написано, четвертый перик, и услышал Итро. Вот я утверждаю, что в то время у Итро было очень плохо с интернетом. И получить какой-то мейл, что давай приходи, я стою у Синая, было проблемно. Потому что в Медьяне в этот момент как раз там меняли Wi-Fi. Я не знаю, что там происходило, но с интернетом были проблемы. Как и почему Итро пришел к Синаю, мы обсудим в следующий раз. Но Итро пришел к Синаю вместе с Цепорой и с Ершомом. И жену, и деточку привел. И тогда у Маши оказалось две жены. Одну звали Цепора, а другая Кушитка. И возникла проблема. Потому что, между прочим, Кушитка не давала согласия на Цепору. Цепора не давала согласия на Кушитку. Она, вероятно, вообще о ней не знала. И вот есть Маше Робейну. А у него, между прочим, две жены. И есть у Маше Робейну старшая сестра, которую он привык слушаться с детства. И есть старший брат, который тоже, так сказать, в семье главный. И Мирьям говорит, а что это такое у тебя здесь? Цепора твоя жена или Кушитка твоя жена? Или у тебя обе жены? Давай разбираться. И это была проблема. И из-за этой проблемы были некоторые всякие вещи, о которых, опять же, будем говорить в следующий раз. Но Цепора в исходе сыграла важную роль. потому что, когда у Маше родился ребенок, Маше был обрезанный. А вот рождение ребенка как-то там с обрезанием забыли сделать или не сделали. И в какой-то момент на стоянке по дороге в Египет, когда еще Маше ехал с Цепорой, ну, посадил на осла, Цепору, ребенка, все, и они ехали в Египет. И в какой-то момент на ночевке Малах Всевышнего собрался Маше убить. Всего-навсего за нарушение заповеди обрезания. Потому что ты, отец, ты обязан обеспечить обрезание сына. Так или иначе, как хочешь. И тогда обрезание сына сделала Цепорой. Поэтому она спасла жизнь Маше. Вот, сделала обрезание и все стало хорошо. Я дико извиняюсь, мы через пару минут должны заканчивать. Дико извиняюсь. Да, все. Арыся, пишите мне письма, я вам отвечу персонально. А я готов отвечать на мейлы и все как надо. Еще вопросы? Хорошо, у нас пару минут есть. У кого-то есть короткий вопрос, пожалуйста. А если нет, тогда мы, может быть, закруглимся и до следующей встречи в этом цикле небольшом. Соответственно, пожалуйста, если у вас будут вопросы, вы можете... А, Вадим, да, пожалуйста. Я бы могу открыть свой микрофон. Спасибо. Добрый вечер и спасибо за интересный рассказ. Много открытий, как всегда. У меня вопрос по поводу затронутой темы о том, что левиты в Египте не были заняты на... Да, на общих работах не работали. Да, ведь входили-то сыновья все равными, а левиты становятся выделенными вместо первенцев только в пустыне. Учитывая то, что жертвоприношения, скорее всего, не приносились в Египте, потому что там же было с этим сложно, да, животные, они были в статусе... Вещанную. Волота. Поэтому и вопрос. Свой статус служителей получает колено леви только в пустыне и только по указанию Ашема. Почему же в Египте у них такое положение выделено? Смотрите. Значит, законодательное оформление статуса произошло в пустыне, но колено леви вот от своего родоначальника леви усвоило некую ревность к еврейской традиции. Откуда мы это видим? От истории города с городом Штема во времена Якова. Уже где-то там, я не знаю, 12-летним мальчиком леви проявил очень такие качества идеологического лидера. Не будет так делаться в Асраэле, нашу сестру мы не дадим проституткой. Значит, и из того, что законодательно вот леви решением Всевышнего становится священнослужителем, из этого вовсе не следует, что в раншие времена левиты не были хранителями традиции. например, заповедь ношения цицит была дана гораздо позже жизни Авраама, а наша традиция утверждает, что Авраам носил цицит. Хотя формально эта заповедь еще не была дана. Вот сделай кисти на углах одежды своей. А традиция говорит, что носил. Поэтому ну вот так. Оливиты... Ребята, давайте на этом закончим, потому что через пару минут должна быть другая лекция. Доктатки душин. Хорошо? Да. Все. Всем огромное спасибо. Следующая встреча Близаташем Блинеда через неделю. Если у кого-то будут вопросы, можно задавать в любом известном вам месте по прямому линку лектору, в группе в чатке в Телеграме, в комментариях в Ютубе, в Фейсбуке, где угодно. Хорошо? Все. Тогда мы на этом закачиваем. Всем счастливо и до свидания. Продолжение следует...